сегодня темой нашей первой встречи поскольку завтра будут еще есть две встречи является наука в трудах классиков русской религиозной философии да или как и иначе называют русской классической философии почему-то относится к теме традиционализма потому что речь идет именно тех представителях русской философии которые или частично как соловьев или практически в полной мере как последующие ком я скажу стояли на почве традиционалистского восприятия соответственно древних средневековых традиций философии с одной стороны и отрицание философии модерна философии нового времени с другой стороны со всеми его антропологическими выводами то есть речь идет о тех кто в россии конца 19 начале 20 века стал на почву до отрицания того что принято называть современным миром но сегодня речь пойдет не в целом не об их к примеру там антропологии довольно узкой вопросе об их отношении собственно к науке к науке как понятию и к науке конкретно новой европейской нововременной науки начать конечно здесь нужно с соловьева да и конечно соловьев это основоположник именно русской классической философии потому что когда мы начинаем периодизировать на есть русская философия безусловно до классическая тут и сковорода и преподаватели духовных академий первой половины 19 века там от голубинского до юркевича и архимандрит гавриил в конце концов овсенёв чадаев славянофилы до хомяков это все до классической философии и соловьева начинается классическая русская философия это не значит что кроме нее никакой другой не существовал нет почему же соловьев сам общался с жившими в его время философами которые не принадлежали классической линии да к ней например не принадлежали козлов лопатин страхов оставьев они все жили в то же время что и соловьев но не принадлежали к этой линии это все так или иначе в основном речь идет о неолебнициансах но от соловьева начинается именно классическая философия воплощенная уже в русской религиозной философии двадцатого века вот которая охватывает и эмигрантский период и в общем длится до середины а местами и до второй половины двадцатого века местами даже до семидесятых восьмидесятых годов ну есть пост классическое то что уже приходит после этого так или иначе из работ соловьева непосредственно сугубо такими общей теоретическими общефилософскими и затрагивающими вопросы науки являются четыре крупные работы из них три относятся к очень раннему его юношескому периоду две из них сразу принесли ему известность разуму шумели третье оставалось черновиках это кризис западной философии первое философские начала цельного знания вторая и критика отвлеченных начал третья вот эти три работы 1874 год семьдесят седьмой восьмидесятый до первые трети из них были защищены как его диссертации да там это магистерская докторская соответственно они конечно вызвали определенные возмущение и шок со стороны и позитивистов и гигельянцев и матери матери материалистов с другой стороны принесли ему большую популярность и значительную в среде молодежи потому что часть молодежи с этого момента стала отходить от догм атеизма и вульгарного материализма потому что соловьев показал ей иной путь нас здесь интересует именно отношение к науке а именно как отправную точку своих размышлений соловьев берет до западных так называемых классиков модерна да декарт лейбниц кант беркли юм это все здесь есть плюс дальше он рассматривает фихты гегель шеллинг и наконец шпенгауэр и эдуард фон гардман то есть это уже его современники это уже философия бессознательного ну да агюст конк из француза из пенсер английский позитивист вот это те кого он рассматривает показывает как они противоречат друг другу показывает как они противоречат сами себе что есть линия в модерне рационализм есть линия в модерне эмпиризм обе линия явно недостаточны неполгоценно нуждаются в том чтобы восполнять друг друга нуждаются в цельном синтетическом знании синтетическом знании вот которая путь которому проложен да как указывает да мистика и религией церковью но это еще не философия нужно то что уже существует в церкви поставить на почву сугубо философскую тем самым преодолев вызов модерна ответив на вызовы модерна да при этом сама форма этих кто его трудов эта форма очень такая классическая это та форма в которой писали гегель шеллинг и другие да шопенгауэр эта форма вот этих четких параграфов посылка следствие да вывод то есть он писал в старомодной форме хотя конечно очень живым ярким языком вот и на основании этой формы приходил к тому что эта форма в общем-то исчерпана исчерпана надо идти дальше поэтому соловьев указал пути будущему хотя сам по нему продвинулся мало его потом унесло в общем-то в сторону сторону до сих пор ведь в общем-то у нас нет нормально написанных историй русской философии в целом есть в общем то две такие попытки но они крайне тенденциозные их авторы крайне придирчивы ругают тех кто им не нравится и хвалят тех кто им нравится и передергивают в общем реально написанное в соответствии со своими вкусами одна попытка да принадлежит написание истории русской философии в целом николай петровичу бельдину который уже этим занимается там лет 35 который в основном хвалит либницианцев хвалит козлова оставь его страховой ненавидят соловьева и классическую философию и казалось бы это все в прошлом 30 лет назад то же самое писал а нет да вижу опять его статью вижу опять его статью причем не где-нибудь там вопросах философии вижу и опять журнале соловьевские исследования я сам соловьевские исследования вхожу в редколлегию в отдел рецензии библиографии вот и часто удивляюсь тем что в основном отделе там публикуют а там периодически публикуют до или на в русско-византийском вестнике петербургский ваш журнал вот публикуют ильина он же мальчевский и публикуют евлампиева который здесь солнце севера тоже выступал евлампиев имеет совсем другие взгляды чем ильин но тоже в общем-то ну скажем так немножко за уши притягивает философию русскую к тому чего ему хотелось бы то есть в обоих случаях речь идет о весьма грубых искажениях а не о объективном написании истории русской философии да черновиком к такому написанию можно безусловно считать второй том русского логоса до на махи александра гелища дугина но это лишь очень выборочный конспект вот в этом томе у дугина далеко не все философы не все их труды не все явления освещены даже некоторых крупнейшие фигуры пропущены это лишь набросок это лишь конспект и в будущем нужно будет нормально историю русской философии писать с делением на доклассическую классическую постклассическую не классическую пожалуйста соловьев отправная фигура не случайно ильин его так вот ненавидит и вот открываю русско-византийский вестник свежий номер а там ильин говорит давайте рассмотрим вот как раз заново кризис западной философии прошло 150 лет а эта работа до сих пор не дают ему покоя он уже 35 лет бесится от того что она существует вот и начинает рассматривать а вот здесь он вот здесь еще ничего а вот здесь юноша немножко там взорвался а вот здесь он критикует гегеля и шеллинга да конечно у них были ошибки но как же можно критиковать великих вот и так далее и так далее до сих пор кого-то это вот прям задевает за живое как тогда это задевало не только там позитивистов типа до роберти который там впал в ступор это задевало например гегельянца нашего классического гегелянца бориса николаевича чечерина который ни разу не был позитивистом но эту работу шел как скорбление гегелянской вообще мысли обвинил соловьева в мистицизме в науке а между прочим да это была диссертация по итогам которой соловьеву присвоили степень московском университете но заключитель что в заключении работ это написано черном по белому что грядущая цель 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 философии да не просто признать односторонность эмпиризма или рационализма это уже к тому времени все понимали но признать все единый дух абсолютным все началом именно все единый дух признать конечной целью этики уничтожение индивидуальной розни вещей и восстановление их в царстве духов так написал в царстве духов вот и провозгласил грядущий синтез философии религии науки да к чему-то такому подходил уже шеллинг подходили русские шеллингианцы такие как адоевский там лет на 30 пораньше но соловьев это провозгласил в эпоху позитивизма и он тем самым поставил под вопрос вот эти критерии научности потому что когда уже речь идет о царстве духов это уже другие критерии научности и в критике отвлеченных начал он показал что сами по себе отдельные категории используемые в новой европейской науке да это работа 1880 год это его вторая диссертация защищенная тоже успешно в этой работе он показал что все эти начала они есть материальные формальные мистические они все свои односторонности не жизнеспособны нужно иное да нужно понимать человека как становящийся абсолют вот и как того кто реализует себя на пути к всеединству и вот это безусловно было вызовом позже флоренский простите соловьев к сожалению отходит от этой проблематики завязает в дебрях публицистики но тем не менее есть два момента из позднего соловьева которые здесь важны один это его дискуссия 1890 года дискуссия с его младшим соратником тоже крупным философом сергей николаевичем трубецким трубецкой по-своему претендовал на лидерство в соловьевском направлении и на поправке к нему и вот они заспорили этот спор частично опубликован частично был не опубликован пока я его три года назад не опубликовал тоже в журнале соловьевские исследования это там нужно смотреть статью под названием как называлась ты и грехопадение или иллюзия по-моему так грехопадение или иллюзия это спор трубецкого соловьева и редактора русского обозрения князя церцелева о том все-таки что есть такое наш мир это есть просто дурной морок до иллюзия майя по-индийски говоря в которой мы пребываем и который нужно совлечь чтобы снова прорваться к миру традиции прорваться к абсолюту прахману если угодно вот на этом настаивал соловьев соловьев считал что это именно иллюзия вот современный мир это иллюзия которую нужно стряхнуть и развеять трубецкой считал что нет это действительно произошло настоящее грехопадение мы действительно отделены от цельности и нужно ее восстановить так как учили неоплатоники до пребывания исхождение возвращения этот спор тогда так ни к чему и не привел но обозначил один из наиболее проблематичных вопросов русской философии все-таки мы живем в иллюзии или мы живем действительно в падшем мире который полне иллюзорно но цель и у того и у другого оппонента была одна цель восстановить единство потому что это ненормально что существуют разобщенные индивиды потому что вот неолейбницианцы козлов да они страхов они все исходили как раз да позже это будет там у нас и вот иван ильин неофихтеанец они все исходят из чего из того что люди это отдельные изолированные индивиды монады между которыми общение весьма затруднено и вот они пытаются объяснить как вообще возможно соловьев же говорит нет индивиды это грех это падение нет отдельных индивидов есть только все единое целое и это принципиальный момент то что он отстаивает все единое против вот этого индивидуализма монадизма на котором основана наука нового времени да можно говорить о том что и в новом времени тоже не все философы там одинаково плохие что там лейбниц или шеллинг это наполовину традиционалисты до полупрофаны как называл их геном но общий вектор понятия общий вектор модерна это вектор на монады на индивидуумов соловьев отрицает этот вектор и вот последняя его работа завещание его эта работа которая известна под условным заголовком теоретическая философия 1899 уже год вот где он выдвигает требования какой должна быть философия до начинается отрицание декарта что декарт установил что существует факт мышление но он конечно не установил кто вообще мыслит и кто существует есть только факт что кто-то мыслит но кто мыслит в нас и кто существует это вопрос совершенно открытый это вопрос который нужно решать через традиционную метафизику ясно что тело мыслить не может кто привязывает мышление телу кто тот самозванец ясно что это не эмпирическое сознание это не эмпирическое я вот а это какое-то да верховное верховное я которая вводит нас на то о чем учили все великие классические средневековые мистики и так далее эта работа соловьевым в общем-то была не закончена теоретической философии она проложила путь и вот теперь мы посмотрим как это реализовали его ученики которые в отношении к соловьеву были гораздо более радикален гораздо более резко отрицали современный мир это прежде всего владимир эрн павел флоренский и уже в более позднее время далее в корсавин и алексей федорович лосик вот но все-таки начать следует с двух однокашников которые вместе учились гимназии в университете до с эрна и флоренского с эрна и флоренского их творчество очень тесно связано друг другом часто они просто обменивались мыслями друг другом писали статьи под влиянием друг друга например вот у флоренского есть статья о цели и смысле прогресса а у эрна идея катастрофического прогресса они фактически одновременно написаны в ходе обмена мнениями выражают похожие идеи до 1905-1907 годы вот как раз в то время еще политически они не устоялись они еще примыкали к революции но уже идейно они требуют покончить с секулярными требованиями революции осуществить до революцию консервативную религиозную мистическую то есть по эрну прогрессизм это да нелепая слепая вера в то что всегда все только улучшается что не бывает упадка что весь прогресс наш количестве качественного ничего нет и он не дает ответа на вопрос о смысле жизни человека вот все заявления позитивистов до спенсера конта о том что нужно подсчитать до бентома количество страданий и удовольствий в жизни людей они не выдерживают критики никто это подсчитать невозможно не может поэтому единственный прогресс который может быть это прогресс обожжение богопознания до теозиса так сказать теогнозиса человеческого вот и субъектом этого прогресса является все единое человечество форме церкви вот эта идея эрна у флоренского это также представлено в виде противоборства двух тенденций в жизни человечества одна тенденция к все единству к традиционной теократии но человек никогда эту тенденцию не выдерживает до конца он грешен он хочет опять себе удовольствие он разрушает любую утопию любую гармонию да как у достоевского подпольный человек что если установится вселенская гармония просто из хулиганства ее опрокинет а с другой стороны человек из этого же хулиганства хотел бы впасть в полную изолированность которая в общем-то наступает в аду пол когда индивиды полностью изолированы друг от друга между ними связи нет но и этого адского состояния на земле тоже люди никогда не достигают поэтому на земле эти состояния смешаны и люди постоянно колеблются между единством райским и адской раздробленностью поэтому значит получается что люди не хотят жить идеально но должны они должны но не могут поэтому чтобы это стало возможным должна произойти катастрофа очередная катастрофа какие были в истории уже не раз придать и качественный скачок изменения природы человека это вот идея флоренского и эрна эта идея ставит под вопрос фактически один из главных тезисов новой европейской науки науки галилеевской ньютоновской а какой-то тезис до том что законы природы всегда одинаковые да то есть отрицание катастрофизма того чтобы у галилея у ньютона в общем-то у дарвина вопреки более ранней кота теории катастроф до бифона и ламарка то есть наука нового времени основана на понятие постоянной эволюционной непрерывности и одинаковости законов природы миллион лет назад они такие же как сейчас вот тут наши философы говорят нет постойте возможны катастрофы скачки прерывность и тогда на каждом этапе будут другие законы мы не можем экстраполировать действующие сейчас законы природы на период миллион или миллиард лет назад вот потому что это все менялось конечно для этого нужно владеть естественно научным аппаратом и флоренский именно математик он именно закончил факультет математический московского университета да и работал первоначально в качестве математика он ученик великого нашего математика николая бугаева да это отец родной отец андрея белого николай бугаев то есть его сын взял себе псевдоним андрей белый вот бугаев номер в 1903 году вот он успел создать свою математическую школу которые принадлежат флоренский которые принадлежали такие замечательные математики как егоров и лузин у которых будет двадцатые годы кружок в котором будет воспитан алексей федорович лосев как математик тоже лось в тоже ученик флоренского ученик егорова и лузина они ученики бугаева это русская математическая школа это не случайно что ключевой вклад в традиционизм вносит именно математики как рене генон во франции был математик по образованию математик по своим первым трудам его первая книга как известно да это о дифференциальном интегральном из числения философская так и флоренский до сих пор вы можете найти это не только собрание сочинений флоренского но это и значительное число работ не вошедших собрание сочинений у него много математических работ все они не просто математические, но философско-математические, и ставят под вопрос очень многое в традиционной математике нового времени. Да, он исходит из теории множеств Кантора раз, из теории приведения чисел два, из теории прерывных функций Бугаева три. Это киты, на которых зиждется математика Флоренского. Вот даже совсем недавно, год назад, впервые издали целиком, до этого только кусками издавали, работу Флоренского число как форма. Институт математики в Москве издал, там мало тиражное, ее только в этом институте и можно было достать. Вот я достал, можно привести и другие примеры, и другие примеры математических работ Флоренского. И он через математику решал общие вопросы бытия человека, и вопросы антропологии. Если мы возьмем там раннюю работу Флоренского о типах возрастания, так это работа о людях, о том, что как вот есть функции, которые с разной скоростью возрастают. Грубо говоря, я думаю, вы понимаете, что функция Ф равно Х в квадрате, она всегда возрастает быстрее, чем функция 2Х, да, квадратная быстрее, чем линейная. Также по Флоренскому и люди возрастают по-разному к Богу. Одни святые возрастают быстрее, а другие медленнее, но и те, и другие все равно могут прийти к бесконечности. Просто у каждого свой путь. У кого-то путь великого подвижника, у кого-то путь попроще. Но никто не может отговариваться тем, что вот я ни к чему не способен, я останусь духовно нереализованным. Все могут духовно реализоваться, просто на разных уровнях. Поэтому апостол Павел и говорит, у флоренского есть статья, трактование, да, не восхищение, не пщева, по-старо-флоренскому. По-русски это означает, не почитал хищением быть равным Богу. То есть по апостолу Павлу Христос не почитал хищением быть равным Богу, потому что он с самого начала Бог, у него такой тип возрастания. А люди, включая самого апостола Павла, они идут вот именно путем возрастания, почитая хищением. Своё обожжение. То есть они должны как бы совершить охоту, акт хищничества, чтобы обожиться. Вот об этом, да, математическая работа. Так же, как работа о бесконечности. Дело в том, что Георг Кантор, вот его теория множеств в конце 19 века, она очень сильно подорвала вот эту галилеевско-ньютоновскую математику. Вся неклассическая физика, Эйнштейновская или квантовая, она стала возможным из-за теории множеств Кантора. И Флоренский очень активно развивал эту теорию. Флоренский, как и Генон, признавали, взяли у Кантора понятие актуальной бесконечности. Что есть бесконечность потенциальная, которую правильнее называть не бесконечным, а просто неопределённо большим. Когда что-то неопределённо вверх и вверх и вверх возрастает. Есть бесконечность актуальная, которая завершённая в себе, представляет собой внятное множество, которое как бы бесконечное, но в то же время оно обозримо до конечное. Оно счётное, счётное множество, скажем так. Вот из этих математических статей математика Флоренского в России, как и математика Генонова Франции, вырастали глубинные трансформации математики XX века, которые шли до нашего времени, потому что даже после Лосева мы имеем таких замечательных математиков, философов математики, как скончавшийся месяц назад академик Паршин, как академик Шфаревич и здравствующий Виктор Борисович Кудрин. То есть эта линия продолжается. И вот я, например, рекомендую небольшую книжечку Паршина «Путь философии и другие миры», «Путь математики и другие миры». Паршин – это современный представитель уже конца XX и начала XXI века этой философской линии в математике. То есть Флоренский именно как математик начал подрыв основ наук нового времени. Задаук делал это и как историк, у него есть работы, как этнограф, но математика для него все равно была на первом месте. И на втором уже физика и химия. Потому что в 20-е годы и в 30-е Флоренский – это, безусловно, физик, химик, радиотехник. И в 22-м году он издает свою знаменитую книжечку «Мнимости в геометрии». Но надо иметь в виду, что в этой книжечке из 9 параграфов, по-моему, 7, написано еще вот в его студенческие годы, 1903-1904 год. Это старые параграфы, которым он добавил 2 новых и в таком виде издал «Мнимости в геометрии». Книжка о том, что мнимые, да, и комплексные числа правильно трактовать как находящиеся с другой стороны, значит, плоскости. Вот с нашей стороны плоскости действительные числа, с обратной – мнимые. И это означает, что у плоскости есть вверх и вниз. И что координаты их можно помечать по-разному. И дальше с помощью этого он трактует такие феномены, как лист Мёбиуса, перевернутое кольцо, которым, если вы введете линию карандашом, вы его с обеих сторон обведете. Вот лист Мёбиуса, чтобы описать, его нужно описать в геометрии с мнимыми числами. Дальше он рассматривает в этой работе Данте, божественную комедию, ад, как именно Данте шел через ад, спускался вниз, ногами, головой к земле, один раз перевернулся, когда дошел до дьявола, потом вышел в чистилище с обратной стороны, добрался до неба, а потом, не переворачиваясь, вернулся к себе во Флоренцию. И встает вопрос, как же это он, всего перевернувшись лишь один раз, вернулся назад. И получается, что здесь тоже был выворот пространства, и что пространство дантовского космоса по-флоренскому, оно описывается, как вот лист Мёбиуса, описывается форму с мнимыми числами. Вот. И эту космологию Флоренский заявляет как действительную. Он заявляет, что она более верна, чем Коперниканская, чем Галилеевская. Ссылаясь на Эйнштейна, он показывает, что поскольку мы любую точку можем взять как точку отсчёта координат, то зачем тогда брать как точку отсчёта координат Солнца, если можно также взять Землю и увидеть, что от Земли тоже можно формировать отсчёты, только не кругами, а эпициклами, как в Птолемейской системе. И мореплаватели же плавали по Птолемейской системе, корабли же приходили куда нужно, приходили. И в общем-то Флоренский доходит до того, что космос конечен, он ограничен. Это он пишет за два года до того, как ленинградский физик Фридман придумает вот эту теорию расширения и сжатия конечной Вселенной, ныне общепринятую. Флоренский на два года раньше это выдвинул. И что есть, сфера действительно неподвижных звёзд, дальше которых мы ничего не видим и не увидим. Что небо, значит, да, оно конечное. То есть, Флоренский открыто стал призывать в 20-е годы уже при советской власти вернуться к традиционной средневековой космологии. Это потом ему будут вменять вину, но это всё дальше и дальше начнёт получать признание, в том числе и в Европе, когда об этом уже заговорят и Генон, и Эвола в своих сочинениях, о Данте, где они будут то же самое говорить и итальянские эволаисты. Об этом заговорит в своей последней научной работе, да, о средневековой космологии «Отброшенный образ» 63-й год. Такой замечательный медиевист, как Клайв Льюис. На русском языке эта работа тоже есть. И вот Льюис будет скорбеть о том, что этот образ был отброшен наукой нового времени, этот образ аристотелевской космологии, вот, который, в общем-то, так или иначе можно вернуться. Это то, о чем сейчас говорит Дугин в цикле лекций «Феноменология Аристотеля». Вот, но Флоренский здесь сделал очень важный шаг вперед, он провожил путь. Скажем, Лосев ничего принципиально нового к этой теме не прибавил. У нас есть записи лекций, которые Лосев, будучи заключенным на строительстве Беломор-канала, да, в Белбалт-лаге, здесь, в Ленинградской области, да, Медвежьегорск, Свирьстрой, читал заключенным другим, сам будучи заключенным, как астроном и математик. Там он в основном пересказывал им мнимости в геометрии Флоренского и другие его работы. Там от самого Лосева мало что, в основном он именно популяризировал эти теории. И так советские зэки приобщались к этим теориям даже в лагере. А что тут еще нужно отметить? Трактовку теории относительности Эйнштейна Флоренским и Лосевым. Значит, по теории относительности, как вы знаете, под действием или большой скорости или большой гравитации силы тяжести тела могут менять форму, длину и так далее. Так вот, Флоренский, не говоря уже о том, что он по первым поставил вопрос о тахионах, о частицах, которые летят выше скорости света и поэтому у них время течет в обратную сторону и поэтому мы их в принципе не можем никакими датчиками определить. Сейчас в физике эта тема активно прорабатывается. Флоренский первый обозначил. Помимо этой темы он выдвигает идею, что это не объяснит ли явление оборотней тем, что оборотни крутятся или в большом гравитационном поле или со скоростью близкой скорости света и тем самым меняют форму. Лосев эту идею тоже подхватил и в диалектике мифа Лосев писал специальный параграф о том, как теория относительности объясняет появление оборотней. Конечно же, это глубокий подрыв ньютоновско-галилейской парадигмы, но в принципе не более глубокий может быть, чем то, что уже творилось в это время Эйнштейном, Гусерлем, Махом и так далее. Это касается других сфер физики и химии. В труде иконостас первые главы Флоренского это главы физические о том, как от единственной модели атома ученые переходят к тому, что есть разные модели атома, ни одна из которых не отображает действительность, а все они являются лишь условными расчетными моделями. И другой труд его начала 20-х годов у водоразделов мысли, опубликованный как сборник черновиков уже в наше время. Там тоже есть разделы астрономические незавершенные, есть раздел математический о золотом сечении, почему пропорции золотого сечения везде и всегда встречаются. Есть у Флоренского работы по оптике в духе учения Гёте о цвете. Почему небо голубое, почему небо на закате красное, почему София голубая, что значит зеленый свет и так далее. То есть здесь тоже, если Гёте был одним из первых, кто подрывал основы ньютоновского галилеевской теории цвета, то Флоренский следовал влезть за Гёте, но пошел дальше, глубже и разработал новую альтернативную теорию цвета. Тоже тем самым основы классической физики были подорваны, настало в 20-м веке время неклассической физики. И в этом моменте тоже учение о цвете. Эрн, что здесь привнес Эрн? Я бы обратил внимание на две его статьи. 13-й год природа мысли и 14-й год природа научной мысли. ставит общий вопрос о том, что такое истина, как нам избавиться от психологизма в постижении истины, как разделить познание интуитивное и дискурсивное, и отсюда вырастает теория Эрн, ключевая, логос против рацио. Логос как цельное знание против рацио рассудка как частичного неадекватного познания. А природа научной мысли уже бьет напрямую в науку нового времени. Да, в эту науку будут бить и Гусерли Хайдегер, Лосев будет первым в России, кто попадет под влияние Гусерля и по феноменологии в ряду со Шпетом. Эрн, в принципе, уважал феноменологов и откликнулся на первые труды Шпета. Но вот ключевая поворотная здесь статья это природа научной мысли 14-й год. Что здесь Эрн говорит? О том, что у каждой науки есть свои черты, свой тонус, нет какой-то общей науки в целом. У физики свой, у математики, химии свой, своя есть форма. Это означает, что нет понятия науки в целом научного мировоззрения. Есть разные науки. Любое общее мировоззрение есть философское, а не научное. Это значит, что все эти материалисты, позитивисты, дарвинисты должны прекращать называть свое мировоззрение научным. Это такое же одно из множества возможных философских мировоззрений. Оно не научное. Оно, в общем-то, и внефилософское, поскольку это механическое понимание мира. Оно основано на ложных вещах. Любое наше наблюдение может быть иллюзией, частным мнением. Любой эксперимент основан на ложные предпосылки, что в природе все повторяется и законы вечно одинаковы. То есть ни наблюдение, ни эксперимент не есть надежные основы знания. А Галилей, в общем-то, мошенник. Это то, что скажет 60 лет спустя Пол Фейерабинт наших аспирантурах по философии все читают Фейерабинта и то, что Галилей мошенник. Эрнт сказал это в 60 или 70 лет раньше. Остается, конечно, вопрос, а почему техника работает, если вы критикуете науку нового времени? Технические приборы работают, летают, ездят. С одной стороны, техника, конечно, существовала задолго до Ньютона и Галилея. Техника существовала и у первобытных людей, и в древности, и в средние века, и ничего, знаете, работало. И телеги ехали куда надо, и корабли плыли куда надо, и даже баллисты стреляли. Значит, дело, в общем-то, не в этой теории. А главное, главное, что, по мнению Эрна, человек злоупотребил своей свободой, совершил грехопадение, впав в физику нового времени. Это попущение Божье, это происходит попущением Софии, миф, но это иллюзия, это маска, маска космоса. Если человеку кажется космос, да, бездушным, черным, ньютоновским, механическим, это его маска. Маска спадет, и мы увидим снова живой, дышащий космос. То есть, здесь он стоит на почве Соловьева. Мир, это иллюзия, мир современности. Маска спадет, мы увидим живой космос. У Лосева это приобретает несколько более трагические тона. Особенно здесь, конечно, важна ключевая работа Лосева диалектика мифа, 29-й год, и тогда не опубликованы, а сейчас публикуемы вместе с ней так называемые дополнения к диалектике мифа. Вот. Там Лосев как раз критикует вот этот черный космос, черный космос, механический, мертвый, ньютоновский. Но, да, в чем суть, в чем суть, почему работа Лосева так важна. Вот. Смотрите, да, что делали западные традиционалисты, да, Геннон, Эбола и другие. Ну, там, завтра, например, будем говорить здесь о Кумарасваме и Шуоне, ну, не только. Вот. Они отвергали, да, науку и мировоззрение нового времени на основании того, что это лишь одна из возможных парадигм. Есть парадигма традиции, парадигма модерна, и как мы потом будем знать, парадигма постмодерна. Надо сказать, что уже Лосев в 29-м году, Геннон в 50-м году предвидели наступление постмодерна, и в общих чертах его описали. Только они не знали еще самого слова постмодерна. Но они знали, что за модерном придет вот это. Они описали довольно точно. Описание постмодерна в диалектике мифолосева, оно, в общем-то, шокирует. Пусть он его называет там другим словом, но... Да. И отсюда вытекает тезис, что есть много разных мировоззрений, возможно, десятки и сотни пониманий мира. Пониманий мира. Их мы можем назвать по Лосеву мифологиями. Каждый из них есть свой живой миф. Миф, который в том числе содержит в себе, как относиться к другим мифам. Как правило, враждебно. Как правило, их отрицают. Есть мифология, да, китайская, индийская, египетская, античная. Есть мифология православная, католическая, иудейская, исламская. Есть мифология атеистическая, механическая нового времени. То есть Лосев принципиально уравнивает идеологию Ньютона-Галилея как одну из десятков возможных мифологий, относительно мифологий. Это не значит, что там сразу мы говорим, что все хорошие, а она одна плохая. Нет. Они все мифологии, естественно, отрицают друг друга. Это тоже. Это механическая мифология, она отрицает, например, другие религиозные. Но религиозные отрицают ее. Это не то, что она там прогрессивнее. Нет. Они все могут на равных сражаться друг с другом. Они могут сосуществовать в одно время по Лосеву. Это не вопрос хронологии. Это вопрос мировоззрения принципа, вопрос структуры мифа. Возможно, борьба мифологии в одно и то же время. Православного с католическим, христианство с иудаизмом и так далее. Так и здесь. Возможно, борьба с галилеевско-ньютоновской мифологией. Важно лишь, что это мифология. Мифология о том, что космос изотропен, везде вещество в нем одинаково, вселенная бесконечно не имеет границы, она стоит из абсолютно черного вакуума и так далее. Ничего в нем нет. Он говорит, конечно, что эта мифология ужасная, пошлая, чудовищная, кому хочется верить в черный космос. На его смену приходится совершенно другая мифология, Эйнштейновская, Боровская. Там уже другое, тут уже вселенная ограничена, она анезотропна, вещество концентрируется по-разному в разных частях. У нас там темная материя, темная энергия. Это же тоже мифологические образы, мы же не знаем, что такое темная материя и темная энергия. Это мифологические образы. Возможно такая мифология? Так же, как возможно, из-за этого он угодил в лагерь, мифология- есть мифология капиталистическая, а есть мифология коммунистическая. И он начинает их обе пропесочивать и критиковать. В коммунистической мифологии живут такие чудовища, когда акулы капитализма, империализма клацают зубами. В капиталистической, наоборот, красные чудовища коммунизма тоже клацают зубами. Это все мифологические образы, которые ничем не лучше один другого. Он их высмеивает со своей платонической точки зрения. И за это уступают определенные последствия, как он говорит. Никакая власть не любит, чтобы ее додумывали до конца. Власть всегда будет сажать лагеря и расстреливать тех философов, кто ее будет додумывать до конца. Мифологии могут друг друга проклинать и расстреливать. И нет ничего удивительного, что они на кострах начинают сжигать представители друг друга. Но все это мифологии, из которых, конечно, новоевропейская ему противна, но это, в принципе, одна из них. У него есть еще отдельная статья, называется «Мобоевропейская наука». Очень хлесткая, очень ругательная. Ленин этого так ярко не ругался. Как раз, где он шаг за шагом рассматривает Декарта, Бекона, Юма, Канта и показывает катастрофические последствия до того нигилизма, того отрицания бытия, отрицания цельности человека и убийства Бога, которым они занимались. Что это все закономерно приводит к фигуре, как он говорит, розовощокой европейской буржуазии, которая бодро щелкает орешки, в то время как живую правду истязуют, убивают и распинают. К этой фигуре приводит. И у него есть много еще таких ярких образов. Правда, он делает здесь исключение для Беркли. Беркли, он считает, что философ, лишь формально относящийся к этой линии нового времени, но Беркли можно и нужно трактовать в неоплатоническом ключе. И тогда от Беркли будет свободен от этих обвинений. Ну, вопрос спорный. Вопрос спорный, свободен Беркли или не свободен. Ставить его на одну доску с юмом или не ставить. Но, в общем, да, суть та, что, как и Деместр, как и Генон, Лосев здесь систематически отвергает, как и Флоренский, отвергает возрождение и новое время, их мировоззрение, их миф. Их миф, который всегда ведет к материализму, рационализму, атеизму. А по Лосеву атеизм есть мировоззрение буржуазное, и коммунисты не должны быть атеистами. Если коммунист – атеист, значит, он что-то попутал, исповедует буржуазное мировоззрение. Коммунисты должны быть мистическими пантеистами, чтобы быть последовательным, как в котловании у Платонова. Ну и, в общем-то, Лосев здесь еще что на что выходит. Вот есть десятки разных мифологий. Все они относительные. Но ведь где-то же есть абсолютная истина, абсолютная мифология. И вот он пытается истрактовать, как из них возможна некая абсолютная мифология. Она не где-то там в древности, в истории. Она всегда и везде. Как Дугин говорит, ветви и корни дерева существуют одновременно, когда он говорит про традиции. Примордиальная традиция и отдельная традиция – они существуют одновременно. Она жива в них здесь и сейчас. Она не когда-то там в древности была. Она жива в христианстве, в исламе, в индуизме. По-своему, это примордиальная традиция жива. Так и абсолютная мифология. Она частично, неполно отражена в относительных. Все относительные мифологии по Лосеву просто абсолютизируют какой-то кусочек из абсолютной. Выхватывают какую-то частичную правду, закрывают глаза на все остальную правду и тем самым изрекают, в общем-то, гипертрофированную ложь. Но ни одна из них не является полностью ложной. Они все действительно содержат какую-то часть правды. Но именно часть. Абсолютная мифология, она не содержит этих недостатков. Она является всеединой. Всеединство у всех русских философов, от Соловьева до Корсавина и Лосева, оно содержит, и Франко, оно содержит в себе все. И вот в абсолютной мифологии и смысл, субстанции мифа, все там на своем месте. Другое дело, что Лосев потом пытается подверстать эти критерии абсолютной мифологии под основные догматы христианства. Убедительно ли это? Может быть, он был неправ, неубедительно? Это другой вопрос. Он пытается показать, что в сущности учение о Троице, о конце света, о конечности мира, о рае и аде, оно, в принципе, должно быть в той или иной форме, содержаться и в абсолютном мифе тоже. Почему о Троице? Ну, здесь он исходит из Шеллинга и выстраивает чисто диалектически вот эту вначале Троицу, потом Тетрактиду, потом Пять начал, из которых только первые три являются обязательными. А четвертые, то есть София, и пятые, то есть символ, являются необязательными, но, в общем-то, вытекающими из них. Это все по-своему интересно. Как он говорит, почему я вывожу? Он говорит, что мои выводы обязательны для тех, кто мыслит диалектически. Диалектически, значит, вводя одну категорию, например, бытия, выводить из нее следующую, например, небытия. Вводя категорию единого, выводить из нее категорию многого. То есть мы не можем ввести просто одно, не выводя из него категорию также иного, сущего и становления. Они все равно выведутся. А раз они выведутся, ну, то уже здесь мы выводим и Троицу, и Софию, и символ. И есть еще один маленький момент. Его часто опускают. Но лишь всего на одной странице Иосиф об этом говорит. Но это будет развито позднейшими нашими традиционалистами, да, Южинским кружком, да, Мамлеевым, в определенной мере Дугиным, о том, что помимо Троицы есть еще нечто сверх нее. То, что за абсолютом. То, что не просто бог, теос, да, а гипертеос. Как у Дионисия Реопагита. У Осипа, кстати, первый перевел на русский язык Дионисия Реопагита. Даже в сталинские годы ему разрешили переводить, когда ему печататься запрещали, а переводить разрешили. Так вот, да, действительно, как у Реопагита, как у Шеллинга, у Осипа есть еще сверх что-то за богом Троицы. Есть еще нечто совершенно несказанное. Совершенно что-то вообще по ту сторону, абсолют, о котором мы ничего не можем говорить. Вот Мамлеев попытается что-то о нем сказать. Об этом завтра будет идти речь, у нашей третьей встречи. Но подступы к этому тоже уже есть у Осипа. Есть в его книге «Диалектика мифа», или точнее не в самой ней, а в дополнение к «Диалектике мифа». Таким образом, вот эта плеяда русских философов, эта вереница, начавшаяся от Соловьева и продолженная Флоренским, Эргом, Корсавином, Лосевым, может быть, Франком в какой-то мере, она действительно плотно занималась вопросами науки, физики, математики и так называемого общего мировоззрения. Являлось ли это отрицанием науки как таковой? Конечно, нет. По Лосеву наука есть формальный способ мышления, основанный на расчетах, и этот способ возможен в любой мифологии. Возможно, наука античная, наука вавилонская, наука индейцев майя – это то, о чем говорил Шпенглер, которого Лосев весьма ценил. У каждой мифологии возможна своя наука. В любом случае наука будет иметь некоторые числа, математические расчеты, некоторые правила. Но мировоззрение под этой наукой будет каждый раз разное. Значит, и наука нового времени – это, конечно, тоже наука, но она основана на ньютоновском мифе, галилеевско-нейтоновском. Значит, что возможные науки основаны и на других мифах. Возможно, наука не новоевропейская, не нововременная. Возможно, наука традиционная, сакральная, веселая наука. Вот это то, что они хотели сказать. В том числе это обосновывается безупречно математически через теорию прерывностей Бугаева, что существуют функции, где идет-идет дырка. Идет-идет дырка. Есть функции, где нет вообще даже ни одной связанной точки. Есть такая функция, она записывается очень простой формулой, где функция пила, например, убрать из оси все рациональные числа, все иррациональные, оставить рациональные. Так они между рациональными будут постоянно прерывы, и будет скакать эта функция. То есть вот через эту прерывность Бугаевскую, Флоренский и в определенной мере Лосев выводили, самые важные выводили и физические явления, выводили там химические, в общем-то исторические, да, катастрофы в истории. Катастрофы в истории. Вот. Через прерывность. Вот в прошлом году как раз у меня вышла статья в Соловьевских исследованиях категории прерывности и непрерывности в русской философии. Там не только это, там более широкая база о том, как эти категории понимались у нас. Вообще это один из основных вопросов русской философии, как ни странно, и самых любимых, о прерывности и непрерывности. В частности, мне удалось откопать одну статью Лосева в 80-х годах, где он просто-таки зверски расправляется, сатирически, иронически, с одним из советских математиков, как раз по вопросу о прерывности и непрерывности. Понятно, по цензурным условиям он делает это изящно, не называя вещи своими именами. Вот. Но эта тема, видите, даже в конце 20-го века будет актуальна. Вот это русское понимание традиции, оно основано на прерывности и скачках. Это тоже немаловажный вопрос. В общем, так или иначе, наши классические философы внесли огромный вклад в философию науки. И когда нам сейчас говорят, да, знаете, философия науки – это там Кун, Лакатас, Фейрабинг. Да, это, конечно, нужно знать. Но давайте вначале посмотрим на наших философов науки и того, к чему они пришли. Вот. Ну, теперь, наверное, имеет смысл послушать вас, может быть, ваши вопросы или просто реплики, соображения. Нет, и нет никаких доказательств того, что они могли знать труды друг друга. Но что, скажем, уже в 20-е годы у нас в эмиграции были деятели, которые знали и того, и другого, это уже, да, это уже имело место. Спасибо, Флоренция, очень интересно. Вопрос такой, может быть, есть на мне какие-то непосредственные научные определения, которые были сделаны на основании определенных теоретических философских нарвок? Вами, например. Ну, в области математики, да, в области теории функций, теории множеств. Здесь очень серьезные значения имеют работы Флоренского. Их даже в советское время цензура разрешала опубликовать в 70-е годы в математических альманахах. Также Флоренский прославился, как и практик физики, да, химии, радиоэлектроники, который добывал там йод из водорослей, занимался полупроводниками, где как раз нужны вот эти мнимые числа. То есть это, в принципе, работало. Лосев занимался как астроном тоже, да, вот на основе вот этой теории конечной вселенной. Жена у него была астроном. Другое дело, что в советское время у них не было возможности заниматься естественными науками приоритетно, да. Это была их уже не главная профессия, а так от случая к случаю. А там, ну, надо сказать еще, что любопытный феномен. Где-то с 70-х годов по 90-е в Италии очень мощно идет движение, да, традиционалистов-эволоистов, они становятся поклонниками флоренского. Именно ученики Эволы перевели в Италии итальянский язык работы флоренского. До сих пор из работ флоренского на английский и французский переведены одна-две, а вот на итальянский четыре-пять. Он там пользуется особой популярностью. И они уже в 70-е годы, представьте себе, вот это Котобиани, Дзоло, итальянские эволоисты, они уже бегали по Италии с лозунгами, да, с лозунгами, там три кумира у них были, Эвола, Флоренский и Толкин. Вот, они бегали, лагерь у них был такой, такой, у них, неофашистский лагерь у них был такой, даже вот их обвиняли, ультраправый, неофашистский лагерь, Кампо Хоббит назывался. Вот. Там они изучали математику флоренского, политику Эволы и литературу Толкина. Вот это итальянские эволоисты. А Долкун был жестковым? Ну, до 90-х годов. Не те, которые взрывают по гробу, мы там взрываем машины? Чуть-чуть. Террористические акты непосредственно. Ну, может быть, лично не те же самые, но вот из каких-то этих кругов. Есть вопрос из чата. Анна Новиков спрашивает. Можете, пожалуйста, пояснить, почему коммунист-атеист, через черточку, явление неестественное? Ведь марксистское, ленинское мировоззрение, через черточку, как раз-таки явно атеистичное. Разве марксизм не подразумевает отказ от Бога? Анна-то услышит ответ? Да. Полосеву дело в чем? Атеизм и материализм есть философия либеральной буржуазии, которая рвалась к власти в эту французскую революцию. Идеология Вольтера, Дидро, вот этих Гальбаха это буржуазная идеология французской революции. Идеология, которая основана на освобождении человека на материальном гуманизме. Человек сам по себе. Но Маркс ведь претендует на диалектический материализм, он идет дальше. У него же не человек, а материя главная. Поэтому Полосеву коммунистический мифон другой. В нем главное не человек, а материя и производство. И здесь уже не может быть всякого материализма, как у Вольтера и Дидро, Гальбаха, которые ни разу не коммунисты были, или там Робеспьера, мелкобуржуазный французский материализм. А должен быть уже обожествление материи, обожествление экономики и производства. Это уже не атеизм, это уже такой дьявольский черный пантеизм. Здесь не отдельный человек, а коллектив и производство обожествляется. Это уже такой сатанизм, по сути. Так у Лосева в диалектике мифа. Это два разных мифа. Он описывал, что вслед за модерном придет разложение модерна изнутри. Это определенное такое всесмешение, которое он называл анархическим мифом или мифом анархии. Но вот конкретно его описание это, в общем-то, вылитый постмодерн. Хотя это описание 29-30-го года что-то похожее будет Гегон описывать в 50-м году тоже перед смертью. Причем Лосев его связывал идеологию эту. Он находил очень глубокие параллели у нее с пантеистическими интерпретациями иудейской каббалы. И считал, что, в общем-то, каббала будет скрытной основой этого учения. Тоже довольно любопытное мнение. А каббалу ему объяснял, уж не знаю, правильно ли, неправильно ли, но ему один раввин объяснял так, что смысл каббалы в том, что и сам бог теряет свою божественность и становится производным от самообожествляющегося тела Израиля. Вот. То есть уже не бог дает Тору, а бог является производным от Тора и слушает ее стоя. А Тора есть производная от этого мистического тела Израиля. Вот он считал, что основой будущего анархического этого мифа может быть вот такой каббалистический оккультизм. А женское общество в каббале как? Шехин, как они? Нет, надо начнем с того, что и все они, Флоренский, Соловьев, Лосев, они, конечно, софиологи, и София у них занимает большое место. Параллели Софии с Шехиной, конечно, они довольно очевидны. Но Лосев, например, Флоренский, в отличие от Сергея Булгакова, у которого там София еретически получалась четвертой ипостасью, они постоянно подчеркивали, что логически, диалектически ипостасей всегда три. Все, что сверх трех, это является необязательным, не вытекающим имманентно из божества, но его свободным творением. Поэтому София у них, да, она четвертая, но это все же творение, это тварная ипостась, она не входит в состав Троицы. Это важно, как Микушевич говорит, София есть первое из творений Бога, как она сама о себе, в общем-то, говорит в Иблии в книге притчей Соломоновых, да, я была первым творением на путях у Бога. Творение, но не тварь. Ну и не творец, конечно, а первое творение. Это место Софии, это место софийности, которое играет ключевую роль София у всех русских, русских классических философов, без исключения. Как отличить русского классического у философа от не классического, да, это по, есть у него София или нет у него Софии. Если у Флоренского опять-таки как у Флоренского модерна, то есть там какая-то идея, что после модерна не прямо сейчас, что у него в истории теоретические проявятся? Теоретически, смотрите, если взять идею Флоренского о том, что история идет циклические, эпохи, традиции эпохи модерна, глубоко говоря, эпохи дневные, эпохи ночные, эпохи рационализма, эпохи мистики, как он подчеркивает, часто чередуются, то логично будет предположить, что конечной точкой каждого цикла будет и вот эта эпоха такого абсолютного разложения. Но с другой стороны, Флоренский сам писал, что каждый раз до этого абсолютно-то не доходит и не может дойти до совсем уж нижней точки. Каждый раз немножко срывается, не доходя до нее, и начинается новый цикл. Мы не можем достичь этой точки, все время ее достигаем, это точки абсолютного ада и разобщенности. Наверное, если ее достичь, то это уже будет антихрист в их логике. Это уже все, если ее достичь. А значит, один раз. Потому что антихрист это абсолютная разобщенность, когда нет связей между индивидами. Каждый из них замкнут сам на себя, кусая себя, змея за хвост, и горит в гении огненной, как описано у Флоренского в его труде столб и утверждение истины. Как-то так. Получается, что у того у нас символизирует именно это? Ну, в столбе утверждение истины, да, это, в общем-то, грех, кусающий сам себя за хвост. Как объяснял Флоренский очищение от греха, что пока грех жрет человека, человек мучается. Но если человек совершает акт покаяния, то все, грех уже ждет сам себя, а человека он больше уже не мучает. Акт покаяния отделяет этого змея от вашего сердца, отрезает его. Тут, опять же, много параллелей, вот, скажем, если взять чисто богословскую проблематику вот того же, да, ада, гиена, наказания, трактовки слов апостола о том, что Бог есть огонь поедающий, то вот здесь Флоренский очень близок очень близок к крупнейшему английскому, ну, точнее, шотландскому богослову 19 века и крупному писателю Джорджу Макдональду. Вот эти непроизнесенные проповеди Макдональда там вот о том же самом. Как объяснить это сходство? Ну, вот я пытался исследовать, пришел к выводу, что есть одно внятное объяснение, что и Флоренский, и Макдональд опирались на труды великого Иоанна Скотта и Риугена. Тот и другой во многом это от него восприняли. Ну, а в остальном одинаковый духовный опыт, подкрепленный, может быть, теориями Риугена, приводит к этим самым выводам. В общем, то, что в те времена могли называть там мировоззрением, мифом, мифологией, сейчас чаще у нас все-таки называют парадигмами. Да, парадигмами, логосами. Когда вот мы говорим о борьбе парадигмам, борьбе логосов, вот имеется в виду сейчас то же самое, о чем в те времена философы говорили под названиями борьба мифологии, борьба мировоззрения и так далее. То есть, надо понимать, что исторически они могут по-разному бороться, побеждая то один, то другой. Логически они все могут рассматриваться синхронно. Почему бы не? Как подчеркиваю, Лосев, например, логически, не помню, как у него получалось, вот он у Шеллинга списал, если честно, что египетская мифология как бы развивается логически из индийской. Хотя хронологически мы, конечно, понимаем, что ничего такого не было. Египетская вообще раньше возникла. Но логически она как бы является собой следующий этап мысли диалектической, чем индийская. Ну, а критикам Лосев говорил, все эти выводы обязательно в том случае, если вы мыслите диалектически. Но если вы не хотите мыслить диалектически, то, конечно, мои выводы для вас необязательно. Вы можете об этом не задумываться, не соглашаться, но тогда признайте, что вы мыслите не диалектически. А кто мыслит диалектически, там мысль уже сама себя начинает производить и производит вот эту картину абсолютной мифологии и относительных мифологий, на которые она распадается. по своему мировоззрению, по отрицанию современного мира, ориентации на именно мир традиции, конечно, и он, и его соратники, те же, да, Вильямс, Льюис Барфилд, конечно, они тоже были традиционалистами, да, и по своей неоплатонической метафизике. Ну и к христианству, да, и вообще к традиционному миру, боже мой, что и к нехристианским традициям тоже, в общем-то, к традициям германским, кельтским, вот скажем, просто по-разному, это мифологизируется по-разному. Толкин разработал свою относительную мифологию вот так. Его соратник по кружку Чарльз Вильямс на том же артуровском британском материале создал немножко другой миф про Артура, Византию и так далее. Льюис на том же материале артуровском создал третий миф. То есть можно брать один источник материала, но немножко разные относительные мифы создавать из него. мифологию творят люди. Каждый из нас может свой собственный миф создать, конечно. Есть Гоголевский миф, есть Достоевский миф, есть Мамлеевский миф. Почему нет? У вас в Мамлеевский кружок получается, что метафизика южская кружка что-то новое в Мамлеевской кружке открыла, что она не открывала никакая школа в Лассури, кроме Дианисерской кружки? Нет, ну об этом как раз завтра пойдет речь, да? Ну, в общем-то, и Мамлеев, и Дугин прямо об этом говорят и претендуют, что да, они признают все выводы и метафизику традиционализма, но идут еще на один шаг дальше него, открывая за ним еще одну страницу. которые классики традиционализма не знали. То есть вначале нужно хорошенько освоить традиционализм, а потом за ним открыть еще одну страницу, о которой, дескать, там ни Дилон, ни Эвола не знали. Так с точки зрения южинцев. В принципе, Дианисия и Ариапагита это есть, но вопрос, как это интерпретировать. Вот у нас есть тут один автор, который пишет наши группы, вот он считает, что, то есть не совсем корректно сравнивать, он считает, что Лосев и Шеллинг имели в виду не совсем то, что имел в виду Ариапагит под Гипертеос, да, Гипербог. Но это спорный вопрос. На мой взгляд, все-таки именно это самое, потому что Шеллинг взял у Дианисии Ариапагита, Лосев взял у них обоих и так далее. У Беми там еще, да, с его бездны есть, да, Ургрун. Ну вот у Шеллинга, она, видите, Шеллинг ее взял и превратил в позитивное в своей этой философии откровения. Вон у вас за вашей спиной на полке в своей философии откровения Шеллинга. Можете открыть, посмотреть там у позднего Шеллинга. Как вы считаете, не является ли постмодерн просто некоторым развязыванием собственных страстей, какой-то общей разболтности, а не философским направлением? Ведь, по большому счету, можно как-то конкретно описать традицию и модерн. а постмодерн на отношении с заваливанием вертикали в горизонт, с, скажем, с уравниванием всего друг к другу, это же по большому счету просто не философская модель, а может быть расхолаженность, когда кровать. Или все-таки постмодерн претендует на некую философскую формуность? Ну, как сказать? Ведь постмодерн это же не отрицание модерна, это его прямое продолжение, углубление, доведение до логического конца, так же, как Маркс считал, что он развивает, углубляет, доводит до классического, до логического конца, значит, это буржуазный либерализм, а вовсе не отрицает его. А так и постмодерн, он не отрицает модерна, доводит до конца, и доводит в виде довольно громоздких систем. Кто может сказать, что там у Дорида или у этого, как его, психоаналитик-то там, Лакан, да, что у них не громоздкие системы. У них громоздкие системы не менее, чем там у Гегеля были громоздкие. Вот. Они могут быть описаны, они могут быть начерчены в виде схем не меньше, чем Гегелевская или Шеллинговская. Вот. Только это является еще большим пробиванием дна, устремлением к низу, да, понимаете, что, да, если модерн это мировое яйцо замкнута со всех сторон, постмодерн пробивает дно и к низу устремляется к этим, да, к бесовщине, к демоническим инфернальным влияниям. То есть, постмодерн не может не иметь метафизики? Конечно, это такая сатанинская, адская метафизика, вот ее доведение до конца, такая подготовка философии антихриста, возможно, вот еще ниже постмодерна есть вот эти там объектно-ориентированные антологии, что там сейчас модно, да, не хочу в этом даже разбираться, потому что это просто бесовщина, конечно. подчеркну, что все философы, о которых мы говорим, они же не бумажные, они же не книжные философы, они же сами разбирают, они сами имели духовный опыт, все они лично сталкивались с демонами, с бесами, описывали, Соловьев, Флоренский, Эрн, Лосев, каждый из них оставил нам внятное описание своих встреч и общения с демонами, и как они с ними боролись и преодолевали. И там можно немало почерпнуть из этих описаний. А у Флоренского как-то происходило, может быть, помните? А, у Флоренского? А вот эти голоса, помните, он в юности-то слышал, да, там, Павел, вставай, иди, да. Это он описывает в своих воспоминаниях о детстве, вот, это как призыв, призыв, вот, и большее описание в его стихах, возьмите сборник стихов Флоренского, они, в общем, почти все опубликованы в книжке под названием «Флоренские символисты», и вот там в этих стихах вы можете увидеть подробное описание тоже, как и к нему тоже приходил бес, и чем это заканчивалось, вот. У Соловьева, вы знаете, Соловьева есть, как-то там, но у Лосева самые яркие, Лосев об этом писал и художественные рассказы, и вставлял в лосовские трактаты, и он, пожалуй, больше не всех был знаком. А Эрн Флоренский из «Аэрна» описал, как к Эрну все это приходило, и какие сны, так сказать, Эрна, искушали, и почему, в общем-то, Эрн умер. У меня есть статья о причинах смерти Эрна, памяти солнечного традиционалиста, вот. Как это уже с молодости началось, и как потом Эрн прошел солярную инициацию, да, вот он вычитал в диалоге Платона Федор, как Платон прошел солнечную аполлоническую инициацию в жаркий солнечный день. И Эрн тоже ее прошел. Вследствие этого он очень вскоре в течение года умер. Флоренский это растолковал, почему так случилось. А вот мы с вами заговорили о основном вернее это физики в короче цитализме. А как объяснить тот фенометр, что в традициональных кругах было много кроулианцев и вокруг религии кроули была значима для традиционалистов? Нет, ну как значима. Кроули не был традиционалистом. Традиционалисты не были кроулианцами, но да, они пересекались в разных аспектах и общались. То есть некоторые из бывших кроулианцев уходили к традиционалистам. самый яркий пример это Кумарасвами, о котором пойдет завтра речь. Кроули увел у Кумарасвами жену, Кумарасвами обиделся, ушел в геному. Да, но дело не в этом. Эвола в ликых и ричинах современного спиритуализма находит у Кроули кое-что полезное и кое-что ценное, хотя, конечно, не все, далеко не все. Дугин вот в своей новой книге Антикейминус, она вот только что вышла, да, можете приобрести, вот она как раз вот только что появилась, видимо, в продаже, такая красненькая. Там у него есть очерк про Эволу и там есть про Кроули тоже страничка. Дело в том, что Кроули, он, по мнению Дугина, тоже все краулианцы погибли, их всех сожали демоны, а Кроули сам спасся, он реализовал себя, ему ничто не повредило. Вот. И когда я вот общался в июне этого года с крупнейшим нашим живущим традиционалистом Владимиром Борисовичем Микушевичем, который перевел санеты Кроули к Пресвятой Деве и описывал этап, когда Кроули увлекался христианством, православием, молился Богородице, по мнению Микушевича, Кроули действительно был христианским праведником, который был юродивым и притворялся сатанистом нарочно. он не был с точки зрения его грешником, он притворялся им. В этом смысле Дугин и Микушевич считают, что Кроули себя реализовал и спасся, а все Кроулианцы, они, конечно, это бесовщина полная, это там наркоманы, каши, развратники, они все погибли. Это юродивые, это вот как юродивые, они же тоже, у нас, почитайте жития русских средневековых юродивых, они тоже этим занимались. Это своеобразный подвиг. Но Кроули всегда молился при Святой Деве и Христу, да, при этом. Ну, отличается, конечно. Вот, понимаете, был сатанист этот Лавей, вот, да, вот тоже теперь, что такое Лавей? Лавей – это гуманизм, возрождение, возведенный, да, индивидуализм в ранг сатанизма. Кроулианство тоже можно так понять. Когда мы смотрим на наших российских Кроулианцев, там кто-то, Малек Телемский, да, там, да, это, конечно, бесовщина в чистом виде, вот, потому что это голый индивидуализм, это потакание своему вот эмпирическому я. Но если это понимать как пробуждение в себе божественного я, вот этой звезды, то это вполне христианское, это вполне теозис, да. Сергея Яшина можно в этом глотексте обсудить, потому что есть разные мнения о его посмертной судьбе. Конечно, его последние годы были дикие, да, алкоголизм, постоянный разврат, оргии, где Яшин всегда был на первых ролях, и тем не менее существует мнение среди его поклонников, что вот эта грязь телемидства обошла Яшина стороной и что он в итоге спасся. Почему? Потому что после смерти он приходил к некоторым из них во сне, и они сделали вывод, что Яшин спасен. Вспомнилось его слова, да, но в образе единорога приду я к вам опять смутив. А единорог это символ чистоты. И как же он такой грязный и вообще Яшин, тем не менее, после смерти приходит в образе единорога. Вот. Тут есть разные мнения. Ну один из крупнейших поэтов наших дней, скончавшийся сколько там, года три назад, может два. Яшин был традиционалист, он был одно время язычником, потом был католик, потом православный, был традиционалист, потом он перешел значит, вот к раулианцам, к телемитам, и так там среди них погиб. Вот. Ну конечно, он как поэт сформировался именно в годы традиционалистские. Все, что он писал до и после этого, это так ни о чем. Само пародии, можно сказать, почти все. А вот то, что он писал в традиционалистские годы, это безусловно очень высокая, сильная поэзия. О, еще один вопрос. Ну давайте. Солнечная Аполлоническая иници... инициализация? Инициация. Ну тут так написано. Можно попросить рассказать поподробнее? Ну это когда человек в жаркий солнечный день на солнце как бы ударен, будем скажем так, стрелой Аполлона. На него снисходит то, что снизошло на Платона в тот самый солнечный день, который он описал в диалоге Федора. Ему раз, это стрела в голову как солнечный удар, и он становится таким диурническим, героическим, вот как Эвола. Но Флоренский считал, что это людей сводит с ума, это их губит. Нельзя быть только диурническим, только мужественным. Нужен баланс. С точки зрения Флоренского есть бесполуденный, бесполуночный. А истина и правда в утренней звезде, в вечерней звезде, в сумерках. Значит, должно быть совмещение того и другого. Дионисийская, так сказать, инициация. Иначе, как Эрн погиб. В принципе, Льюис тоже погиб из-за этого. Льюис тоже пережил при путешествии по Греции, описывал удар в стрелы Аполлона. Так что, это есть большой риск, если на солнце перегреться. Это так же плохо, как в полночь под луной ходить на кладбище, получать ночную инициацию. Это тоже может привести к печальным последствиям. Лосев в диалекте мифа как раз описал, что бывает с теми, кто под лунные лучи себя подставляет. Так же и под солнечными себя пасмом подставляет. То есть, идеально гулять в пасмах в Лунии? Нет, по-флоренскому у Сумерки. Утрый вечер, когда Венера. Слава тебе, показавшему нам свет, да, читается в это время в церковном песнопении. И как раз происходит заря. Поэтому в апокалипсии сказано и дам ему звезду утреннюю. Пожалуйста. Есть еще один вопрос. Как обосновывается связь геонисийского путепознания и христианализма? По-разному, как минимум, уже известные параллели геонисийства с христианством как религией, в общем-то, геонисийской по преимуществу. Да, вот, скажем, есть это как там Бе, как его зовут-то Бе, Бергард Отто, немецкий автор. Есть этот наш Вячеслав Иванов, которые показывали близкое родство, да, христианского культа с геонисийским. Вот. В этом плане понятно, что христианство более сбалансировано, чем только аполонические или только там гибелические мистерии. христианство